Не каждый может запомнить номер мобильного телефона с первого раза, но это всего лишь 11 цифр. А вот некоторые участники конкурса по спортивному запоминанию могут на память воспроизвести до 400 цифр. Таким сверхспособностям школьников обучает человек, уже известный Воденцова своей феноменальной памятью, Камиль Минатулаев. Ему достаточно несколько секунд посмотреть на многозначный ряд цифр или слов, чтобы воспроизвести их с точностью до забитой или буквы. Камиль признался, что его память – это вовсе не врожденный талант, а результат многолетних тренировок. Своей уникальной методикой он делится со школьниками, а по завершении курса проводятся спортивные соревнования по запоминанию. Почему спортивные? А потому что мозговую массу тоже можно накачать. Те достижения, которые ребята через месяц-другой достигают, вполне достаточно для обычной жизни и той сложности учебной программы, которая у нас в школах. Все остальное превышает эти необходимости, поэтому это уже спорт, потому что это те уровни, которые затрагивают сверхспособности человека. Точно так же, как в беге, плавании. Мозг – это же тоже как орган человека, его тоже нужно тренировать. Ну, как бы спорт для мозгов. Нормативы для конкурсантов разные. Для тех, кто хочет получить третий разряд, нужно за определенное время запомнить 30 слов, 30 цифр и 30 образов. Тем, кто борется за второй разряд, нужно запомнить в два раза больше. А вот желающим получить первый разряд, нужно запомнить множество дат на тему Великой Отечественной, матрицу 400 – это комбинация из 100 чисел, и постараться воспроизвести максимальное количество цифр из бесконечного числа Пи. И это только один из этапов конкурса. Также оценивается мелкая моторика участников. В рамках соревнований участники сражались и в брейн-дуэли, где специальное устройство помогает определить, у кого же самая высокая активность мозга. Интересно, о чем думают конкурсанты в это время? Надо расслабиться и думать о том, чтобы победить, чтобы толкать вот эту штуку к сопернику. Главное – думать как можно усерднее. А чтобы спортсмены не получили перенапряжение, студия акробатического рок-н-ролла «Высота» организовала для участников танцевальную перемену. Такой группе поддержки могли бы позавидовать даже именитые футбольные клубы. Так как участники были разделены по возрастным группам и разрядам, победителей было несколько. Наши призеры показали следующие результаты. Корузин Даниил – 320 цифр. Лаврининка Александр – 203 цифры. Горовой Владимир – 359 цифр. У конкурсантов есть свои секреты хорошей памяти. Они зачастую помогают ребятам и в обыденной жизни. Я сначала не знала ни одного номера родителей, а один раз пошла положить деньги и запомнила его. Просто потому что я историю взяла, как нас на занятиях учили. У каждой цифры по три образа. То есть цифра один – это какой-то образ? Это ресничка, комар и гвоздик. А двойка – это лебедь, вешалка и голова-плечо. Я начал запоминать быстрее стихи. Например, мы в школе учим всякие стихотворения. Обычно в это уходил, например, день, а теперь оно может за полчаса. Именно образы и ассоциации, а не заучивание и зубрежка – лучшие помощники в запоминании. Практически все, кто ходит на занятиях к Амилю, улучшили свои результаты в учебе и теперь без проблем могут запоминать даже самый длинный номер телефона. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Посмотрим.